Не надо стучать, у нас дети спят, ничего не случилось. Скажите, у вас трое детей отравилось по какой причине? Никто не отравился, все нормально. Но в больнице у вас прокуратура, милиция здесь, но о чем вы говорите? Кто никто не отравился? Вы врете прямо вот в глаза нам сейчас. Три девочки из этого детского сада сейчас находятся в больнице. Им 3-4 года, все в тяжелом состоянии, одна под капельницей в реанимации. Родители других воспитанников узнают о произошедшем случайно. Я вот гулять пошла, и вот женщины говорят, дети, говорят, отравились. Что, правда? Я пошла за ребенком, просто ужас какой-то, вы что? Говорят, у вас случилось? Да ничего у нас не случилось, все нормально, заходите. Раздули ни из чего. Судя по симптомам, у девочек передозировка клофелина. Даже для взрослых в случае превышения дозы есть опасность умереть. Снижает артериальное давление. Для ребенка, так скажем, он оказывает более выраженное действие, чем на взрослого. Состояние тяжелое, но, так скажем, для жизни опасности нет. Милиция нашла упаковку из-под клофелина. Из блистера исчезли 4 таблетки. Заведущая особа подчеркивает, что упаковку нашли за оградой детского сада. Якобы территория тщательно прибирается. Если здесь что-то и валяется, то это игрушки. Главный вопрос, который волнует всех, как лекарства могли попасть в руки детей. Ответа от работников детского сада мы добиваемся час. Они отключили дымофон, чтобы никто не мог дозвониться. Наконец появляется заведующая. Голос дрожит. Она выдвигает версию о том, что таблетки одна из девочек принесла из дома. Мама говорит, что я ей ничего не давала. У нас такого даже не бывает. Но сегодня девочку привела бабушка. И вполне возможно, что она могла взять и сумочки там вытащить. Вот эти вот. Вполне возможно. Истинную причину произошедшего установит прокуратура Свердловской области. В течение 10 дней предстоит решить, возбуждать ли уголовное дело. В детском саду проверяется документация. Берутся объяснения сотрудников. Тем временем в детском саду только что закончился тихий час. Счастливые дети улыбаются нам из окон, потому что увидели камеру. А родители улыбаются, потому что их любимым чадам таблеток не досталось. Да ничего, все нормально. Наши дети живы-здоровы. Илья Мелехин, Дмитрий Санатин, Юрий Капустин и Евгений Лапидус. Новости 4 канала.